Всем привет! Есть хорошие новости для беженцев и, наверное, не очень хорошие новости для налогоплательщиков в Германии. Дело в том, что большинство земель в Германии практически исчерпали свои возможности по приему беженцев из Украины. Однако новоприбывших все равно принимают, никто не отказывался от них, и правительство Германии расширяет возможности по приему беженцев в стране. Об этом мы и поговорим в этом видео. Но прежде чем перейти к делу, попрошу вас, зрителей, пожалуйста, напишите свое мнение в комментариях под видео. Как вы относитесь к такому расширению возможности в Германии по приему беженцев из Украины? И правильно ли поступает Германия, принимая такие решения? А теперь подписывайтесь на канал и давайте к делу! Итак, Германия занимает второе место по количеству принятых беженцев из Украины и уступает только Польше. На данный момент Германия приняла уже более 1 миллиона украинских беженцев и продолжает их принимать, несмотря на трудности с размещением. Хотя трудности с жильем и размещением есть почти во всех странах, которые принимают беженцев из Украины. В последнее время при первичном приеме беженцев Германия расселяла их даже по переоборудованным спортзалах в школах. Особенно на востоке, куда в первую очередь прибывают беженцы из Украины. Потому что даже лагеря были заполнены под завязку. Поэтому министр внутренних дел Нэнси Фрезер заявила о предоставлении 56 федеральных объектов недвижимости с 4 тысячами постоянных мест для проживания беженцев. Но тут украинцам не стоит сильно радоваться, потому что на эти места могут претендовать и другие беженцы. Потому что все больше людей прибывают в Германию через Средиземноморье и Западные Балканы. А также ожидается, что больше может стать и россиян, которые будут пытаться попасть в страну из-за мобилизации в России. Кроме того, власти земли Северный Рейн, Вестфалия хотят расширить бюджет 2022 года и добавить к нему еще 570 миллионов евро для беженцев из Украины. На эти деньги правительство хочет профинансировать еще тысячу преподавательских мест в учебных заведениях. По словам политика Хендрика Вюст, украинские школьники и студенты нуждаются в лучшем образовании. В федеральной земле обучаются больше 35 тысяч украинских детей, поэтому учебные заведения ощущают большую нагрузку. Отмечается, что в школах сейчас не хватает примерно 4 тысяч учителей, из-за чего страдает процесс обучения. В некоторых классах приходится отпускать детей домой раньше или отменять уроки. В общем, как вы видите, трудности есть, но правительство Германии ищет выход из ситуации и старается создать максимально комфортные условия для приема беженцев из Украины. Но обратная сторона медали. За чей счет это все делается? То есть за счет населения Германии, за счет налогоплательщиков? По отзывам, это многим не нравится, поэтому могут встречаться как доброжелательные немцы, так и с противоположным мнением. Поэтому беженцам из Украины, которые только собираются ехать в Германию или переезжать из другой страны, где ранее уже получили статус временной защиты, просто нужно учитывать некоторые сложности, в которых нет ничего критического. Ну и некоторое недоброжелательное отношение местного населения, потому что их тоже можно понять. Кстати, если вы собираетесь переезжать из какой-то другой страны, где уже ранее получали статус временной защиты, то рекомендую посмотреть видео, как это правильно сделать, чтобы при переезде у вас не возникли какие-либо проблемы. Ссылка на ролик будет в описании к этому видео. На этом все. Если у вас есть какие-то вопросы, то обязательно пишите их в комментариях под видео. Или если вы можете поделиться какой-то полезной и интересной информацией, то тоже пишите все в комментариях. Подписывайтесь на канал. Кнопочка подписаться внизу под этим видео. Спасибо всем за внимание и за просмотр. Берегите себя. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok